Всем привет! Меня зовут Павел Горшанов и это мой блог о красноярском спорте. Главное событие минувшей недели – турнир Ивана Ерыгина. На соревнования съехались 400 спортсменов из 12 стран. Я тоже там побывал, на ковер выходить не стал, но с борцами пообщался. Я могу сказать, что это просто жестко. Здесь борются и мужики, и женщины. И вот девчонки буквально по 53 килограмма, их весовая категория, они друг друга борят, кидают, пытаются. Ну, такое ощущение, что они пытаются друг другу конечности просто оторвать. Приехали спортсмены из 12 стран. Я выловил иранца. Хорошо, что не выловил от него. Он очень здоровый мужик. В итоге у сборной Красноярского края в активе три бронзовых медали и одно золото в весе до 68 килограммов победила Ханун Вилиева. Всего спортсмены из России завоевали 50 наград. 15 золотых, 14 серебряных и 31 бронзовую. И в итоге в командном зачете заняли первое место. Хоккей с мячом. В этот раз Енисей победой не порадовал. Мы ездили в Красногорск и там уступили местному «Динамо». Хозяева на девятой минуте забросили первый мяч и в итоге наколотили их шесть штук. Мы только трижды смогли ответить. И сейчас Енисей пятый в Суперлиге. А вот хоккейный «Сокол» в своих когтях принес выездную победу. Мы летали в Челябинск и там изрядно потрепали местный челмет. Сначала хозяева закинули первую шайбу и поехали радостно обниматься. Мы в это время сменили свою тактику и стали ее придерживаться. Сначала счет сравняли, потом забили еще одну и в итоге от своего визита оставили приятные впечатления в виде счета 2-5. Сейчас «Сокол» поднимается на третью строчку в таблице ВХЛ, с чем мы их и поздравляем. Радуют и баскетболисты. Енисей из берегов Енисея отправился в Астану играть с Астаной. Тот случай, когда за игрой нашей команды было действительно приятно наблюдать. С самого начала мы встали на рельсы победы и довели начатое до конца. Енисей на 10-й строчке. Волейбольный Енисей победил дома. Мы принимали Югру из Нижневартовска и победили со счетом 3-1. Здесь Енисей тоже на 10-й строчке. Директор футбольного клуба Енисей Алексей Ивахов теперь еще и главный тренер команды. И чтец, и жнец, и на дуде игрец. Заявление сделал сам Ивахов. Он пояснил, что решение было непростым, но оно принято в интересах футбольного клуба. Мы ставим перед собой самые высокие задачи и сделаем все для того, чтобы их решить. При этом каждый из нас объединен одной целью. И если мне придется в интерес клуба выйти на футбольное поле, то я с удовольствием на него выйду. В новом сезоне мы ожидали увидеть в кресле главного тренера Вадима Гаранина, который принял решение вернуться в Красноярск. Но он будет помощником Ивахова. Момент недели, на мой взгляд, это приветствие фанатами Washington Capitals своего бывшего нападающего красноярца Александра Семина. Он провел в составе этой команды 469 матчей. Но в этот раз наблюдал за игрой с Питцбургом с трибун, но зоркий глаз оператора выловил его из толпы. Сейчас, напомню, Александр Семин занимает пост президента хоккейного клуба «Сокол». Звание героини этой недели безоговорочно достается 15-летней теннисистке уроженки Красноярска Мире Андреевой. Она вышла в финал турнира юниорского «Большого шлема» в Австралии. За пять матчей на пути к финалу она не отдала соперницам ни одного сета. Но в итоге обидно уступила другую россиянке Алине Корнеевой. Тем не менее, это можно считать огромным достижением. Кстати, еще в прошлом году Андреева привлекла к себе внимание, став первой в истории теннисисткой, завоевавшей три международных титула в возрасте 15 лет. И немного заглянем в спортивное будущее. Хоккейный «Сокол» 2 и 4 февраля проведет заключительные домашние матчи. Клуб обещает музыку 90-х и тематические локации. Такого еще не было, так что стоит посетить это мероприятие. 4 февраля играют волейболисты «Енисея». Они принимают АСК из Нижнего Новгорода. И сегодня я разыграю билеты сразу и на хоккей, и на волейбол. Значит, сделаем так. Пишите фразу «хочу на хоккей» или фразу «хочу на волейбол». Писать в WhatsApp номер на экране. И да, если вам не ответили и не прислали билеты, значит, к сожалению, в этот раз удача не на вашей стороне. Но я уверен, она может вам улыбнуться в следующий раз. С вами был Павел Горшанов. Следите за новостями, занимайтесь спортом. Пока!